Всем привет! В этом ролике мы соберем довольно интересную штуку. Называется она планарный трансформатор. Идея не новая, но очень интересная, так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Для тех, кто не в курсе, расскажу, что такое планарный трансформатор. Это трансформатор, который не содержит моточных изделий, а обмотки выполнены дорожками печатной платы. Таким образом можно удешевить производство. Однако у этого трансформатора есть свои минусы, но обо всем по порядку. Предлагаю пропустить теорию, а сразу перейти к практике, походу объясняя, что к чему. В этом проекте все началось с создания печатной платы. Был выбор использовать одно или двухсторонний текстолит. Я решил взять односторонний, так как с ним легче работать. В создании печатки нужно учесть один важный момент. Это направление витков. Они должны идти в одну сторону, как бы продолжая друг друга. По сути должно получиться подобие обыкновенного трансформатора. Как видим дорожка переходит на следующий слой, и он продолжает идти в том же направлении. И так постоянно. Толщина дорожек у меня 0,4 мм. Толще брать нету смысла, так как на высокой частоте имеет место скин эффект. Почему высокая частота? Тут предлагаю переместиться в программу старичка, и посмотреть как частота влияет на количество витков. Как видим поднимая частоту, мы их снижаем. С одной стороны это хорошо, а с другой не очень. При высокой частоте появляется скин эффект. Идет больше нагрев ключа, так как рабочее время уменьшается относительно переходных процессов. А также многое другое. Но для нас это единственный выход. Есть правда вариант увеличить сердечник, но это прям крайний случай. Поэтому увеличиваем частоту. Я выбрал 200 кГц, так как это недалеко от предела микросхемы. Как видим вторичку я сделал двумя дорожками в параллель, имитируя намотку двумя жилами. Тут тоже соблюдается правило намотки в одну сторону. Выводы первички и вторички смотрят в разные стороны, как в реальном трансформаторе. На практике длины печатки оказалось маловато, и нужно было сделать ее длиннее, но это уже мелочи. Самым большим недостатком является очень маленький зазор между дорожками. Это недопустимо по правилам электробезопасности. Но у меня опытный образец, поэтому отпустим этот момент, а в дальнейшем можно переделать. Дальше переходим к изготовлению платы. Так как зазоры тут очень маленькие, то делать лутом не буду. Воспользуюсь услугами ЧПУ станка. По своей проверенной технологии начинаю делать плату. Наносим обыкновенную краску с баллончика на плату и лазером рисуем дорожки. Потом все это дело травим, удаляя медь там, где прошелся лазер. Следующий этап – вырезать плату из текстолита. С помощью фрезы кукуруза проделываем эту операцию. Без фрезера я бы, наверное, очень долго выпиливал такое количество плат, а тем более соблюдая точность. Когда все платы вырезаны, очищаем их от краски и сверлим отверстие, где необходимо. На этом процесс создания завершен. Более подробно про данный метод можно посмотреть в отдельном ролике про создание платы на станке. Но если у вас нету станка, а делать вручную вы не хотите, то можно вернуться в начало, пропустив изготовление. И просто заказать платы в Китае. Тем более, что можно заказывать не однослойную плату, а сразу с большим количеством слоев, экономя при этом место. И плюс появляется возможность использовать переходные отверстия, которые тут нужны как воздух. Рекомендуемый сервис по изготовлению печатных плат является JLCPCB. Это крупнейшая китайская компания по производству печатных плат, услугами которой я пользовался не один раз. А мы продолжаем. Так как у нас опытный образец, то будем юзать самодельные платы. Их необходимо собрать в одно целое. Делать это будем с помощью перемычек. А еще необходимо сделать дополнительное пространство между платами, чтобы туда поместилось место пайки. Сделаю его с помощью подложки для транзисторов. Между каждой платой будет прокладка, иначе никак. Таким образом набираем стопку плат. После соединения первых несколько плат решил замерить индуктивность. Присутствует, отлично. Первые признаки того, что все получится. Продолжаем. Вторичные обмотки поместил в центр. Когда место на сердечнике закончилось, распечатал на принтере импровизированный сердечник для позиционирования и на нем завершил набор пластин. Получился вот такой бутерброд из кучи плат. Немного некрасиво, но я старался как мог. Теперь, как и в обыкновенном обратноходовом трансформаторе, подбираем зазор в сердечнике. Для достижения необходимой индуктивности, которую рассчитала программа. Ну и на этом собственно все. Намотка завершена, можно тестировать. В качестве подопытного возьму плату блока питания, которую мы делали в одном из прошлых роликов. Извлекаем из нее трансформатор и подключаем планарный. Первый запуск и фейл. На выходе 0 вольт и при этом сильно греется трансформатор. Перепробовал все. Думал может где-то козе или витков не хватает. Переворачивал местами обмотки, но это не помогало. Уже начали опускаться руки. Но потом я все догнал в чем дело. Проблема была банальной. Присмотритесь к плате. Ничего странного не видите? А косяк в следующем. У меня медь окружает плату со всех сторон. И образует как бы замкнутый контур, который гасит всю энергию сердечника. С помощью дремеля вырезал слой меди. Снова включаю и ура! Все работает. Напряжение в норме. Подключаю лампочку нагрузку и она загорелась. Отлично! Теперь давайте нагрузим посильнее. С помощью электронной нагрузки. И как видим сердечник справляется не хуже мотаного. Что у нас по нагреву? В принципе все в пределах нормы. Перегрева я не соблюдаю. А это значит, что мы создали вполне себе рабочее устройство. Правда оно не пройдет EMS тест из-за слишком малых зазоров. Но если уменьшить количество витков и сделать зазор больше, то вполне может все получиться. Надеюсь этим роликом я дал вам пищу для размышлений. И как всегда, спасибо, что смотрите и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok